Один из благодарющихся представителей азербайджанской литературы это Мухаммед Физули. Мухаммед Физули жил и творил в 16 веке. Он снова родился в городе Багдаде, потому что во время нашествия Катаро-Багдаде семья Физули была вынуждена переселиться в Багдад. В то время многие азербайджанские семьи покидали свои места и переселялись в разные страны востока. На этом зале представлена картина Мухаммедова «Переселение азербайджанцев в страны востока». Творчество Физули многообразно. Прекрасные газели, аллегорические поэмы занимают большое место в его творчестве. Он мастер газели. В одном из своих газелей он говорит, «Когда я укроп над моей могилой, не ставьте надгромного камня. Пусть тень от любимой, которая каждый день будет приходить на мою могилу, пусть эта тень служит для меня надгромным камнем». Как я отметила, аллегорические произведения «Гашиш и вино», «Беседа плодов», «Здоровье и болезнь» занимают важное место в творчестве Физули. Но коронным произведением Физули является поэма «Лили и Меджу». Физули повторил эту грустную историю любви и гибели двух молодых людей. Как и восточный поэт, он тоже обратился к этой теме. То есть главная тема – это любовь и гибель. Но по-своему изложил эту историю любви и гибели. И именно на словах Фаена Физули наш композитор Узьер Гаджибеков в 1908 году пишет музу. И таким образом зарождается первая опера не только в Азербайджане. На всем Востоке зарождение оперы благодаря нашему композитору Узьеру Гаджибекову. В нашем зале представлены актеры, которые тогда собрали на сцене оперы. А роль Меджнуна исполнил актер Гусейн Гулу Сарабский. Еще далее мы увидим памятник Физули. Это дипломная работа выпускника архитектурного института Эльджана Шамильева. Вроде бы дипломная работа. Но настолько профессионально он создал свою дипломную работу, что она попала в музей и демонстрируется для наших посетителей. Вечественная Физули. Также в этом зале автограф Физули, фото его могилы. И город Кербала. Потому что он скончался в городе Кербала от холера. И там же похоронен. Пятьсотлетие Физули отмечалось по линии ЮНЕСКО в 90-х годах. И этот ковер был сутком пятьсотлетию Физули. В центре Физули и слова из его газелей во Франции демонстрируется этот ковер. А сейчас у нас музей для наших посетителей. Физули.